Также в данном уроке говорится несколько слов об альтернативных способах перевода причастий на русский язык. В основном мы переводим причастие либо депричастием, там где причастие обстоятельственное, оно стоит без артикля, оно согласуется по поводу врача слова «дежу» с подлежащим, мы его переводим депричастием. Либо причастием, когда оно либо определяет какое-то слово, либо субстантивируется, ну и играют роли, похожие на роли прилагательного в предложении. Также мы с вами несколько раз уговорили о том, что причастия могут превращаться в предаточные предложения, поэтому мы можем уговорить, сказать, человек говорящий, можем сказать, человек, который говорит. Ну и в случае, например, родительного самостоятельного превращение в предаточное предложение обязательно, потому что без этого мы вообще на русский язык нормально не переведем. Ну еще какие способы, кроме вот предаточного предложения времени и причастия, причастия есть. Мы немного касались этих способов, затрагивали другие типы предаточных предложений, но еще раз в этом уроке Муаус предлагает об этом поговорить. Во-первых, причастие может выражать цель. И русские причастия, греческое причастие, русские причастия обычно цель не выражают, и такие предложения нужно трансформировать. В качестве примера вам приведено из Евангелия от Матфея 27-49 «Афэс идомэн эн эхэтай элиэс сосон аутон». Постой, Афэс, аутон. Давайте посмотрим, придет ли Илья сосон. Сосон – это очень редкая форма причастия будущего времени. На весь Новый Завет их 12 штук, мы так коротко с ними познакомились, но вот один из примеров. Основа – СО, Сигма, образующая будущего времени, и он – окончание, такое же, как и у настоящего времени. Придет Илья спасти его, цель прихода Ильи – спасти. Большая часть причастия будущего времени, кстати, имеет значение цели. На русский не может быть приведено просто причастием. Придет ли Илья, как выразить, вот эта будущность и причастность, да, спасая, и вот для того, чтобы спасти его, ну, спасти его, видите, приходится переводить инфинитивом. Но не только причастия будущего времени, вот так сложны для перевода и могут выражать цель, причастия настоящего времени тоже могут. Давайте мы глянем, мы уже смотрели, но еще раз глянем, просто для системы, для полноты, ревангели от Луки, 10.25. И вот законник некий. Встал, экпирадзон, от экпирадзо, причастия настоящего времени, стал, искушая его, говоря. Ну, мы можем так, конечно, перевести, но чувствуете, как-то очень странно звучит законник. Встал, искушая его, говоря, и там дальше его речь. Учитель, что сделав жизнь вечную, я унаследую. Хоисас тоже причастие, я уже знаю. Ну, на нас сейчас я и дал Гром тоже причастие. Нас интересует причастие экпирадзо. Законник некий встал, и мы по контексту легко понимаем, чтобы искусить его. Законник некий встал, чтобы искусить его. И так, как мы понимаем по контексту, что это цель, можем, конечно, ставить перевод причастием, но он как-то коряло звучит, поэтому, понимая, что это цель, истолковав это как цель, мы переводим законник некий встал искусить его, или законник некий встал, чтобы искусить его, и так далее. Так что нам приходится иногда преобразовывать предложение, потому что, если причастие выражает цель, что нетипично для русского языка, перевод причастия причастием проблематичен. Следующая ситуация, когда причастие выражает уступку, то есть, когда действие происходит несмотря на что-то другое. В уроке это описано. Из Иван-Би от Марка 8.18. Глаза имея не видите. Ну, уступку можно выразить более явно, хотя имеете глаза не видите, но русское причастие, как кажется, тоже может выражать уступку, поэтому для яркости, для истолкования вы можете добавить, хотя при переводе таких конструкций, но даже если оставите причастие, глаза имея не видите, вас поймут, так что здесь не очень большая проблема. Следующее, что описано в уроке, так называемое избыточное причастие. Например, из Матфея 4.4. Сначала так, более-менее дословно. Ответив же, он сказал, написано, не от хлеба одного будет жить человек. Ну, не хлебом единым будет жить человек. Смотрите, Иисус, ну, там, по контексту речь идет о Иисусе, Иисус в ответ сказал, Иисус, ответив, сказал. Ведь, ответив, сказал, вот многие переводчики считают это причастие избыточное. Ну, либо ответил, либо сказал. А вот ответив, сказал, кажется, вот как масло масляное, и кажется, не очень обязательно всю вот эту вот конструкцию городить. Однако, хотя в большинстве современных переводов переводят либо Иисус ответил, ну, либо Он ответил, либо Он сказал, выбрасывая из этих двух глагольных слов одно и оставляя другое, все-таки вот на что нам нужно обратить внимание. Слово апокритес имеет специфичное значение, зачастую в греческом тексте. Посмотрите Евангелие от Матфея, 11 главу, 25 стих. Ну, тут даже интереснее с 24 стиха читать. Если вы прочитаете 24 стих, но я говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, чем вам. И вот дальше смотрите. В то время, ответив, Иисус сказал, «Славлю тебя, отче, Господи, небо и земли» и так далее. Смотрите, кому Иисус ответил? Там же нет никакого вопроса. Ответив, сказал, то не получится перевести, Иисус сказал в ответ, потому что не было вопроса, в ответ говорят на какой-то вопрос. А здесь вопроса нет. Почему ответ? Почему ответив, сказал? Дело в том, что глагол апокрино, май, помимо того, что имеет значение отвечать, в смысле отвечать на вопрос, еще и в греческом повествовании служит маркером перемены темы. Или маркером некого противопоставления. То есть, смотрите, сначала шла речь о печальной участи Содома и Гоморре и других, а потом меняется тема на прославление Бога. И вот это апокритейс, это, конечно, не ответ обозначает, а здесь указывает на перемену темы. И если вы посмотрите внимательно на тексты, где вот это ответив сказал, где есть вот это избыточное причастие, то вы можете заметить, что зачастую это избыточное причастие является таким вот важным маркером в споре, в диалоге, в повествовании, показывающем противопоставление точек зрения, перемену темы и так далее. Поэтому, да, вот, наверное, как переводчики вы можете проигнорировать это слово. И в данном случае, если вы буквально переводите, ведете, ответив, сказал, то вас вообще спросят, кому вообще Иисус отвечал, потому что никого нет. И практически все переводы убирают здесь слово, ответив, там, Иисус продолжает речь, сказал или еще что-то, он как-то так переводит. Но как толкователи вы должны обратить внимание на апокритейс, как на маркер, переменные темы в повествовании. Хорошо. Так что, да, имейте в виду, что есть избыточное причастие, то есть, которое не обязательно всегда переводится, но это не значит, что в сексе есть что-то лишнее, просто есть какие-то другие причины для его употребления зачастую. В уроке у вас только три необычным образом переводящихся причастия перечислены цели, которые, да, действительно приходится как-то либо инфинитивом, либо предаточным предложением переводить на русский. У нас нет соответствующей конструкции уступки, можно и причастием, все нормально сработает. Избыточное, да, опять же, можете причастием буквально перевести, но текст иногда будет выглядеть странновато, и вам нужно будет подумать, зачем здесь вообще причастие есть. Это, кстати, не единственный случай, когда причастие может переводиться не причастием или не причастием, а как-то трансформироваться. Мы уже с вами говорили, например, об условленном причастии, когда слово причастие обозначает условие, ну, например, 1 Тимофею 4.4. Потому что все творение Божие хорошо, и ничто не должно отвергаться с благодарением принимаемое. Вот это вот оборудование, это причастие, принимаемое, это причастие, ну, по смыслу, содержит некое условие. Если с благодарением принимается, то не должно отвергаться, не должно порицаться. И во многих переводах так и переводят. Если с благодарением принимается. Поэтому, опять же, мы это истолковываем, это толковательный перевод, но в некоторых случаях такое истолкование естественно, важно, нужно, и без такой трансформации текста перевод выглядит достаточно странно. Еще ситуации, когда трудно причастие перевести причастием, это после употребления причастия, после таких глаголов, как начинать, прекращать и так далее, которые в русском языке после себя требуют инфинитивов. В греческом, кстати, тоже часто инфинитивы, но, возможно, и причастие. Например, Эфесянам, первая глава, 16 стих. «О, поумай, ухаристон, упер, кумон». «И не прекращаю благодаря за вас». По-русски могу сказать «не прекращаю благодарить». Или что-нибудь типа «не престанно благодарю». По-гречески «не прекращаю благодаря за вас». И для русского уха это выглядит, хотя и понятно, но звучит странно, и требует трансформации, обычную в инфинитив. «Не прекращаю благодарить». И последняя ситуация, когда причастие часто не переводится причастием, это так называемые сопутствующие обстоятельства. Давайте мы посмотрим Евангелие от Матфея, вторую главу, 13 стих. Это речь идет о том, что вот волхвы, Ирод хочет убить Иисуса, вот к нему уже пришли волхвы, вот они уходят. И что после этого происходит? Здесь есть множество всяких интересных примеров. Первое, обратите внимание, «Анахорисантон» – причастие в родительном падеже. Аорисное. Видите, суффикс «са», потом «нт», потом «он». Родительный падеж, множество на числа. Имеет значение отходить глагол «де аутон» – слово в родительном падеже. Это, кстати, самостоятельный родительный падеж, я надеюсь, вы про него еще помните. Переводим. «Когда же отошли они?» Иду вот. «Ангел Господа явился во сне Иосифу, говоря». И теперь то, что нас, собственно, интересует в этом случае. «Эгер Тейвс, поднявшись, возьми ребенка и мать его и беги в Египет». Если мы так переведем. «Поднявшись, возьми младенца и мать его и беги в Египет», то можно текст понять следующим образом. «Когда поднимешься, да, ну, причертик временной, тогда вот возьми младенца и беги». Но сам контекст побуждает нас к тому, что мы должны понять это действие как срочно. И если вы посмотрите, то вы увидите, что в большинстве переводов переводят «встань! Возьми младенца и мать его и беги в Египет». Есть такая конструкция к георгическому анекену. Мы поподробнее поговорим в следующем году, но все-таки вдруг столкнетесь. Когда стоит причастие, сразу же после него глагол, а будет причастие встать вначале, предшествует к глаголу, после него глагол зачастую повелительное наклонение, и причастие описывает некое сопутствующее обстоятельство, действие, необходимое для осуществления действия головного глагола. Для того, чтобы взять младенца и бежать в Египет, нужно встать. Мы по контексту понимаем, что тут два повеления. «Встань!» – такое вспомогательное действие. «И возьми младенца и беги» – главное действие. Но понимая, что это вспомогательное действие тоже должно быть сделано, мы его, как бы, заимствуем главного глагола, переводим повеление. «Встань и возьми младенца и беги в Египет». Вот такая вот ситуация, когда, опять же, причастие переводится не причастием, а скорее повелением. Здесь это очень ярко видно. И, кстати, в конце Евангелия от Матфея еще один известнейший пример подобной конструкции. 19 стих, 28 глава. «Варион тэйс он матэн тэс ате панта та этна». Ну, если это как-то дословно переводить. «Итак, пойдя, сделайте учениками все народы». Там, крестья, уча и так далее. Ну, или, да, сделайте учениками. Так часто переводится именно «учите все народы». Но сначала смотрите причастие, потом повеление. Однако для того, чтобы народы могли учиться, до них же нужно дойти. И поэтому вот как бы есть сопутствующее повеление «пойдите, научите все народы». Помните, как в синодальном переводе. Это не ошибка синодального перевода. Некоторые видят здесь причастие, видят в синодальном переводе глаголы, думают, ой, авторы синодального перевода ошиблись. Нет, они распознали конструкцию, они распознали, что для того, чтобы научить, надо пойти, и вот эту повелительность передали. Конечно, мы, читая греческий текст, видим, что главное – это научить все народы. А и хождение, и потом крещение, и все остальное – это вспомогательное действие. И как толкователи мы должны это все увидеть, но также как толкователи мы должны увидеть, что чтобы добраться до народов, надо пойти. И отсюда вот такой вот перевод – «пойдите и научите». Хорошо. Как видите, не всегда причастие переводится только причастиями. Иногда, возможно, другие переводы. И зачастую главным, это единственной подсказкой во всех этих случаях является контекст. Поэтому, смотрите, если ваш перевод «причастие причастием» или «дейпричастием» не лезет в контекст, то поищите другие возможные варианты, обратите внимание на возможность либо цели, либо уступки, либо какой-то там избыточности, либо условия, либо вот такой вот восполняющий причастие, когда глаголы типа там начинать, прекращать и так далее, либо сопутствующего обстоятельства. Конечно, мы чуть-чуть забегаем в этом материале вперед. Я чуть больше наговорил, чем Маус написал в своем учебнике. Но, может быть, вам в реальной работе с негерическим текстом это пригодится. А так, конечно, вот этот материал скорее второго года, чем первого.